Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц по 5 минут. Так, играем против 2014. Аустин Осмонд Спэр. И у нас испанская партия. Ну что ж, играем испанскую партию. Открытый вариант, какой-нибудь Е4. Посмотрим, что здесь соперник изобретет. Ну, он ничего не изобрел на самом деле. Конечно же, здесь все это хорошо известная теория. Слон Е6. Так, С3, да, Слон Е7. Ну и попробуем соперника поймать в стандартную ловушку, которую я показывал в дебютных авантюрах за черных. Она у меня, кстати, заняла первое место в топе. То есть, связка. Теперь правильно играть. Да, ну так тоже, конечно, можно играть. Но здесь я беру. Так, что самое интересное, Слон С2, по-моему, ход неудачный. Ну, потому что я просто пешку сейчас съедаю. Да, и что, собственно, на конь бьет Е5 задумано. Зададим вопрос сопернику. Так, ладья Е1. Ну, это логично. Так. Ну что, можно просто взять, взять, пойти Слон H3. Так. И, как говорится, мучить, да, его? Так, или я там буду, получу Слон G5 какой-то ход. Или Ферзь Е2, кстати. Тоже, знаете. Ну, можно просто съесть. Испортить пешки и просто сыграть Слон Е6. Здесь просто Слон Е6 и потом уже 2-0. Можно вот таким вот макаром, Ф4. Но это хитро. Угрожает, между прочим, Ф5. Так, ну давайте защитимся от этой угрозы. Сыграем Ферзь Д7. Ну и потом уже... Так, Ферзь Е2. Что он хочет? Хочет он сыграть, между прочим, Ф5. Ну, давайте G6 еще пока. Соперник, конечно, конкретно на меня так насел. Ну, сейчас вроде бы мы все угрозы предотвратили. А вот ужасная пешечная структура у соперника так и остается. Нет, смотрите-ка. Соперник что-то здесь... Какую-то странную штуку изобретает. Непонятную. Мне, лично. Потому что я могу и в длинную сторону рокировать. Да-да-да. Так, ну что. Можем в длинную рокировать тогда А4. Да, хитро. Так, а если Д4? С идеей Слон Д5. Или Слон Д6. Ну, кстати, и Вадя Ж8 заслуживает вроде бы внимания. Давайте Вадя Ж8 сыграем. Потом, может быть, Ферзь С6. С идеей такой. Или Д4 прорыв. Тут уже, как говорится... Так, ну, на Вадя Ж1 я сыграю просто 3-0. Получится довольно-таки острая партия на самом деле. Ну, соперник задумался. Нет, он играет Слон Ф4. Так. Ну, здесь я могу рокировать же просто, да? Давайте рокируем. А4, да. Но здесь Д4. Сейчас крайне неприятная угроза. Грозит Слон Д5. Так. Слон Д5. Мы что-то не понимаем. Ф3, да. Но здесь Ферзь С6 у меня есть ход. Ферзь С6. И как это все держать? Так. Да и Слон, кстати... Так. Там Ферзь Е5, да? Будет какой-то интересный ресурс. Ферзь Е5. Давайте Ферзь С6. Попробуем такой любопытный ресурсик. Сыграть на остроту. Грозит мат. Значит, Слон бьет и... Ф3 грозит мат. Ну, это я просто ушел. Допустим, на Б7, да? Так. Ну, кстати, у него теперь защита появилась. Слон Е4. Вот, наверное, в чем была моя погрешность. Или оплошность. Нет. Владяй Ф1, смотрите-ка, играет. Так. Ну, здесь мы закрываем. А, стоп. У меня Слон висит, да? Я не могу закрывать. Я не могу закрывать. Так. Как же на него навалиться-то? Как же на него навалиться? Ну, давайте Слон Д6. Наваливаемся. Наваливаемся. Ну, берем-берем. Любопытно. Сейчас Вадя Е8 хочу сыграть. Очень острая партия на самом деле получается. Слон бьет Д6. Да, играет. Так. Ну что? Вадя бьет Д6. Значит. И теперь вторую Вадю куда-нибудь там ведем. Ферзь Е3. Идея Ферзь А3 сыграть. Ну, там Слон бьет Ф3 будет везде. Поэтому мы, наверное, сыграем... Так. Давайте Вадя Е6. Нападем на Слона. На Слон Е4. Ну, какой-то Вадя Е6 есть ход. Так. Да. Слон Е4. Ну, Вадя Е6. Так. Взяли-взяли. Ферзь А3. Ну, кстати, непонятно, у кого там будет лучше, да? Там же у меня теперь на Ф3-то не висит. На Ф3-то теперь нет удара. Может быть, я ошибся, да? Так. Слон бьет Д5. Нет. Так. Очень любопытно. А если Ф5, Слон бьет Д5. Ферзь бьет Д5. Значит, Ферзь бьет Е6. И Ферзь бьет Ф3 мат. Опа. Бинго. Бинго. Жертвуем. Слон бьет Д5. Ферзь бьет Д5. Ферзь бьет Е6. Ферзь бьет Ф3 мат. А значит, мы выигрываем фигуру. Ну, у него Ферзь А3 какой-то есть еще. Странный и интересный ресурс. Там шах. Ну, правда, что там? Там будет просто шах. И король, допустим, Б8. Ничего там страшного нет. То есть, просто съедим фигуру. И все. Так. Да. Идем в этот вариант. Ну что, Ферзь висит? Да. Есть какой-то Ферзь Ф4 еще. Смотрите, как он играет, а? Какой сильный шахматист. Так. А если взять-взять? Как же быть-то, а? Там же ведь еще водя С1 грозит. Водя Ж6. Водя Е7. Кто там будет побеждать? Вообще непонятно. Да. Сложная партия на самом деле, ребята. Так. Ну, водя С6 приходится играть. Как же он этот пункт Ф3 держит? Никак я до него не доберусь. Сейчас еще водя Е5 у него какой-то есть ход. Какая острая борьба. Да. Водя Е5 он сыграл. Ну что, ладно. Играем Ферзь Б3. Что тут у нас получается? Пока хода... Да, взял просто. Взял просто. Так. Ну что? Грозит. Водя Б5. Поэтому водя вынужден ходить на Б6. Пока защищаемся. Шаг дал. Так. Шаг дал. Ну на Б8 там мат. Что же делать? Что же делать? Как держать это все дело? Да е-мое, а? С6. Водя Е7. Так. Добирается, видимо, до меня соперник. Все-таки обманул меня. Водя Е6 вроде бы пока нету хода. Есть какой-то Водя Ц5. Водя Ц5. Водя Ж6. Да. Ну там и Водя Ж1. И как это все держать? И как это все держать, блин? Хорошо. Играем Водя Ж6. Держим. Да. Водя Ц1. Да, 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 да. Ферзь Е6. Д5 просто. Ну что, проигрываем получается? Проигрываем. А как держать? Он нападает три раза. А у меня Водя держит два раза. Водя Е6. Д5. Да. Крайне противно. Блин, а как же он меня так обманут, а? Ну может быть Ферзь бьет Б2. Последний шанс. Ферзь бьет Б2. Последний шанс. Опа! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Получи! Получи, негодяй! Вот так вот надо следить за тем, что тебе соперник хочет поставить мат в один ход. Ну что, если партия вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами же был комментатор Олег Саламаха. Не забудьте поставить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик рядом с шапками моего канала. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, вы получили удовольствие, посмотрев эту партию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok